Что случилось с пустыней в США, когда туда выбросили тысячи бобров? Это невероятно. В 1940-х годах американские власти штата Айдахо переселили местных грызунов в отдаленные регионы с целью улучшения ландшафта. Спустя 70 лет спутниковые данные НАСА показали, что территории, заселенные бобрами, стали более зелеными, пышными и устойчивыми к пожарам и засухам. Как бобры полностью изменили пустыню в США, расскажу в этом ролике. Поехали! Оригинальное решение проблемы засухи в Айдахо. В 1940-х годах в штате Айдахо, где многие районы были отрезаны от населенных пунктов из-за отсутствия дорог, местные власти придумали креативное решение. Они использовали парашюты времен Второй мировой войны, чтобы буквально сбросить бобров в их новые дома. Изначально охотники и рыболовы планировали поместить бобров в плетеные корзины из ивы, рассчитывая, что животные смогут прогрызть себе выход после приземления. Однако бобры оказались слишком нетерпеливы и разрушали клетки задолго до посадки. Тогда специалисты из Айдахо Fish and Game разработали особую коробку, которая автоматически раскрывалась при соприкосновении с землей. Конструкция была испытана на одном энергичном бобре по имени Джеронимо. После серии тестов на поле ученые убедились, что система работает. Так начался необычный проект по переселению бобров. Он продолжался до 1948 года. Потомки этих животных теперь обитают в частях крупнейшего охраняемого бездорожного лесного массива, простирающегося на территорию 48 штатов США. В районе Боу-Крик в Айдахо позитивное влияние бобров на природу очевидно с высоты. Эти трудолюбивые зверьки создавали плотины и преобразовывали окружающий ландшафт. Сравнивая участки реки, где поселились бобры с прилегающими областями без них, различия становятся явными. Бобровые угодья выглядят значительно более зелеными и богатыми растительностью. В 2018-м сильные лесные пожары охватили более 60 тысяч акров земли в районе Боу-Крик. Однако спутниковые снимки НАСА, сделанные после пожара, показали, что влажные и густо заросшие участки возле бобровых плотин остались практически незатронутыми огнем. Современные данные НАСА подтверждают, что эксперимент с использованием бобров-парашютистов для восстановления экосистем оказался успешным. Спасение экосистемы в Неваде В конце 1980-х годов биологи забили тревогу из-за пересыхающего ручья Дикси-Крик в штате Невада. Долгосрочная сухая и жаркая погода вкупе с небрежным отношением людей к окружающей среде привели к ухудшению экологической обстановки. Эксперты рекомендовали фермерам изменить практику выпаса скота, ограничив доступ животных к берегам ручья. Это дало возможность прибрежной растительности начать восстановление. Эти меры привлекли бобров, которые питаются корой деревьев, листьями, побегами и корнями водных растений. Бобры стали настоящими защитниками природы. Строя плотины на водоемах, бобры защищают себя от хищников и создают запасы пищи. Плотины замедляют течение воды, создавая благоприятные условия для роста прибрежных трав, цветов и кустарников. Благодаря этим сооружениям численность рыбы, других водных животных и растений на ручье Дикси Крик возросла. Вскоре ручей полностью восстановился, превратившись в зеленый оазис. Животные и птицы стали возвращаться сюда на водопой. Для региона с пустынным климатом это стало настоящим чудом. Бобры спасают экосистему в Калифорнии На протяжении многих лет бобры воспринимались как нежелательные существа из-за того, что они повреждали деревья и кустарники, а также создавали плотины, вызывая наводнения в населенных пунктах и на фермерских угодьях. Однако в последние годы отношение к ним меняется, и бобры все чаще рассматриваются как помощники природы в условиях климатических изменений. Недавно Калифорния изменила свою позицию и начала поддерживать животных, создающих плодородные экосистемы, привлекающие различные виды обратно в городские районы, восполняющие запасы подземных вод и защищающие от лесных пожаров. Согласно новой политике, введенной в июне 2023 года, землевладельцам и организациям, пострадавшим от деятельности бобров, рекомендуется искать альтернативные способы решения проблем, такие как установка регулирующих потоков устройств или защита деревьев специальной обмоткой, прежде чем просить разрешения на уничтожение животных. Кроме того, государство реализует пилотные проекты по переселению бобров в места, где они могут принести наибольшую пользу. Основная цель заключается в сохранении большего числа бобров и их полезных поведенческих особенностей без ущерба для окружающей среды. На Западе произошло значительное изменение в восприятии бобров. Теперь их рассматривают не только как вредителей, но и как экологически полезных существ. Отметила Валерия Кук, возглавляющая программу по восстановлению популяции бобров в Департаменте рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии. Эта программа была профинансирована администрацией губернатора Гевина Ньюсома в 2022. Восстановление экосистемы требует особого внимания. Но если вы отвлеклись и попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Основательный подход к численности бобров в Калифорнии Кейт Ланквист, директор Института водных ресурсов при Центре западных искусств и экологии, выразила уверенность, что изменения в политике Калифорнии приведут к снижению количества уничтожаемых бобров и расширению площадей водно-болотных угодий. Она подчеркнула, что засуха последних лет и разрушительные лесные пожары повлияли на восприятие роли бобров в штате. Точное число бобров, обитающих в Калифорнии, неизвестно, но ежегодно землевладельцы запрашивают сотни разрешений на их уничтожение. По данным Департамента рыболовства и дикой природы штата, некогда популяция бобров в Северной Америке насчитывала от 100 до 200 миллионов особей, но в итоге их численность сократилась до 10-15 миллионов. Бобры живут семейными группами и быстро возводят плотины на ручьях, создавая пруды. Эти водоемы способствуют накоплению подземных вод и могут служить преградой для распространения лесных пожаров, ключевой проблемой для Калифорнии, страдающей от частых возгораний, объясняет Эмили Фейерфакс, профессор экологии и природоохранного менеджмента в Калифорнийском государственном университете на Норманских островах. Хотя бобры не охраняются законом, они создают условия, критически важные для существования других видов, таких как кижуч, находящийся под угрозой исчезновения. Молоть лососевых находит убежище и развивается в бобровых прудах, что увеличивает их шансы на выживание, отмечает Том Уиллер, исполнительный директор информационного центра по охране окружающей среды, который давно выступает за ненасильственное регулирование численности бобров. Однако представители Калифорнийского фермерского бюро пока не сформировали четкой позиции по данному вопросу. Решение проблемы с отстрелом бобров в Калифорнии По словам представителей местных властей, Калифорния продолжит выдавать разрешение на отлов бобров в необходимых случаях, но стремится к тому, чтобы люди сначала искали альтернативные пути решения проблем, прежде чем прибегать к уничтожению животных. Среди возможных мер для обмотка деревьев сеткой или использования устройств для контроля уровня воды в ручьях, чтобы избежать затоплений. В отдельных ситуациях может потребоваться переселение бобров туда, где они будут полезны. Вики Монро, координатор программ по урегулированию конфликтов в Департаменте рыболовства и дикой природы Калифорнии, заявила, что ее отдел уже давно получал запросы от организаций, заинтересованных в бобрах, но до недавних пор в штате не существовало механизмов для их официального переселения. Также в Калифорнии планируется реализация двух пилотных проектов по переселению бобров, включая возвращение их в реку Туле. Кеннет Макдармент, представитель племени Туле-Ривер, сообщил, что племя уже около 10 лет ищет способы возвращения бобров из-за засухи и надеется, что процесс переселения наконец начнется. «Мы хотим позволить бобрам делать то, что они делают естественно, в местах, где они необходимы», — подчеркнул он. Штат также намерен информировать население о пользе бобров. Рустикон, 69-летний предприниматель, специализирующийся на продаже автомобильных запчастей, признался, что ранее мало знал об этих животных, пока не заметил следы их деятельности на деревьях во время прогулок по городу Напа в Северной Калифорнии, известном больше своими виноградниками, нежели бобрами. Позже он стал свидетелем того, как бобры строят плотину на ручье, превращая его в богатый биоразнообразием пруд и превратился в их сторонника. «Это было похоже на крошечное волшебное место, полное дикой природы», — делился Кон. В 2015-м, отметил он, бобры встречались чаще, но из-за расширения городской застройки их популяция сократилась. Тем не менее, он все еще может наблюдать их в ручьях по всему региону Напа. Бобры на Аляске За последние несколько лет бобры активизировали миграцию на Аляску, где таяние вечной мерзлоты создало для них благоприятные условия. Однако их деятельность стала способствовать ускорению этого процесса. Бобры восстанавливают озера, заполняя их теплой водой. К такому выводу пришли климатологи. Ингмар Ницце, исследователь из Института Альфреда Вигенера, пояснил, что за последние 20 лет площадь озер и небольших водоемов на Аляске увеличилось на 8,3%. Оказалось, что бобры выбирают котловины высохших древних озер и строят там плотины. Число плотин в регионе за 10 лет выросло с 94 до 409. Ницце уточнил, что бобры помогли восстановить 56 водоемов. Заполненные теплой водой, эти озера ускоряют таяние вечной мерзлоты под ними. Подобные процессы наблюдаются и в Канаде, а также в других северных регионах. Однако таяние вечной мерзлоты может привести к выбросам значительных объемов метана и углекислого газа, а также спровоцировать массовые природные пожары. Программа переселения бобров в Вашингтоне. Биологи обратились за помощью к лучшим инженерам природы – бобрам, как к недорогому и эффективному способу восстановления экосистем местных водоемов в штатах Вашингтон, Орегон и Юта, где вода часто становится предметом конкуренции между людьми, рыбой и сельским хозяйством. Обычно землевладельцы ловят или уничтожают бобров, которые мешают работе ирригационных каналов. Биологи решили перемещать таких животных ближе к истокам реки Якима, направляя их природный талант строить хатки и плотины в конструктивное русло. За 4 года группа уже переместила 126 бобров. Около половины из них остаются на новом месте и начинают строить плотины, в то время как остальные либо становятся добычей хищников, либо возвращаются в привычные места обитания. Есть случаи, когда бобры преодолевали расстояние до 40 миль, чтобы вернуться к своему партнеру. Созданные бобрами плотины, запруды и другие сооружения усложняют экосистему, замедляя движение воды и осадочных пород вниз по течению. Лососи и другие рыбы используют преимущество таких водных карманов, где они могут отдыхать, кормиться и прятаться от хищников. Проект по переселению бобров направлен на достижение сразу двух целей. Сокращение уничтожения этих полуводных животных от одной до двух тысяч особей в год только в Вашингтоне и улучшение условий для популяции лососевых. Реставрация популяции бобров в природном заповеднике. Густые заросли, включающие гигантские тополя, кизилы, ивы и красные кедры. А также разнообразные виды папоротников, водосбора, чертополоха, дикого имбиря и десятки других местных растений. Этот уголок природы в заповеднике Вудскрик, расположенный примерно в 6 милях к югу от города Рэндалл, штат Вашингтон, идеально подходит для бобров, а еще привлекает туристов и любителей природы своей пешеходной тропой длиной 2,5 мили, популярной среди орнитологов. Местный пруд площадью 4 акра был популярным местом рыбалки на Кижуче среди жителей и туристов. Однако в ноябре 2012 года после сильных дождей бобровая плотина была разрушена и пруд вскоре высох. Затем сюда завезли тростник, вытеснивший местные растения и сокративший среду обитания для рыб. Биологи, охотоведы Якубовский и Уайт реализуют уникальный проект по отлову и переселению бобров в те части национального леса Гифорд-Пинчот, где они необходимы. В апреле 2021 года Уайт выпустил в этом районе двух взрослых бобров и есть свидетельство того, что по крайней мере один из них прижился. Признаки их активности, такие как обглоданные пни и использование искусственных плотин указывают на успешное внедрение. Ранее бобров, вызывающих неудобства, чаще всего усыпляли. Согласно данным Департамента рыболовства и дикой природы штата Вашингтон, ежегодно отлавливается около тысячи бобров. Многие считают, что эти животные наносят вред деревьям и провоцируют наводнения. Однако Якубовский и Уайт стремятся вернуть их в естественную среду обитания, где они смогут гармонично вписаться в экосистему. Меня интересует восстановление водно-болотных угодий и прудов, которые существовали здесь для диких животных – бобров и рыб, делится Якубовский. С тех пор, как я понял потенциал этого проекта, к нему присоединились другие энтузиасты. И теперь он превращается в более масштабную инициативу по восстановлению. Мы планируем усовершенствовать тропу, сделав ее доступной для людей с ограниченными возможностями. Уже уложен гравий, установлены новые скамейки и впереди установка информационных табличек. Якубовский прогнозирует, что полный цикл реставрации займет около пяти лет. Пока точные расходы не определены, но ясно, что потребуется привлечение финансирования. Однако, как оказалось, с деятельностью бобров не все так гладко. Эффект наоборот в Мичигане В Соединенных Штатах Департамент рыболовства и дикой природы штата Мичиган выразил обеспокоенность ростом численности бобров. Инициатива возникла после обращений местных защитников, занимающихся ловлей форели, которые указали на увеличение популяции бобров в регионе, что негативно сказывается на существовании форели в местных водоемах. Эксперты пояснили, что для поддержания жизнеспособности этого вида рыб жизненно важны холодные и быстрые потоки воды. Однако бобры начали строить плотины на реках Мичигана, что может замедлить течение и изменить температурные условия, неблагоприятные для форели. Специалисты связывают рост численности бобров с уменьшением интереса к охоте, а также отсутствием волков, естественных хищников бобров в северных районах Мичигана. В ответ на эту ситуацию сотрудники департамента планируют разрешить рыбакам отлавливать избыточное количество бобров, чтобы поддержать популяцию форели. Массачусетс против бобров и их плотин В 2018 году власти города Фреймингем в штате Массачусетс приняли решение отловить и усыпить бобров, чьи плотины грозили вызвать наводнение. Городские власти подчеркнули, что сложная ситуация обострилась из-за сильных дождей, а бобровые плотины лишь усилили проблему. Представительница пресс-службы города Келли Макфолс сообщила, что уровень воды поднялся более чем на 4 фута, что привело к подтоплению дорог, используемых в том числе школьными автобусами. Кроме того, вода начала проникать в подвалы и дворы домов. Городской бюджет не позволял организовать постоянное откачивание воды или установить ограждения, способные остановить строительство плотин бобрами. В итоге власти приняли решение ликвидировать бобров. Количество погибших животных осталось неизвестным. Руководство Фреймингема пояснило, что законы штата Массачусетс запрещают переселение пойманных бобров в другие места, поэтому их пришлось уничтожить. Решение городских властей вызвало критику со стороны местных жителей и активистов по защите прав животных. Общество против жестокого обращения с животными в Массачусетсе заявило, что это слишком жестокий и неэффективный подход, поскольку уничтожение одних бобров не гарантирует, что на их место не придут другие. В своем заявлении организация предложила властям использовать гуманные, экономически выгодные и долгосрочные меры, такие как проточные заборы. Уничтожение же бобров, по мнению зоозащитников, является наименее эффективным решением в сложившейся ситуации. Российские ученые о влиянии бобров на окружающую среду. Самая древняя известная ученым плотина была обнаружена в 2005 году. Предполагается, что она была возведена приблизительно 125 тысяч лет назад. Длина плотин, построенных бобрами, варьируется от 328 до 2624 футов. В строительстве животные используют исключительно натуральные материалы – деревья, ветки, траву, ил, камни и грязь. Ольга Гореловская, биолог из российского государственного природного биосферного заповедника Керженский, объяснила, зачем бобры занимаются строительством плотин. Бобры устраивают свои жилища, хатки, над уровнем воды. Вход в хатку, чтобы защитить ее от хищников, таких как лисы, волки, рыси, должен оставаться под водой. Поэтому бобры с помощью плотин поднимают уровень воды в реках и ручьях. Александра Николаенкова, российский биолог, подчеркнула значимость влияния бобров на окружающую среду. Плотины, возведенные бобрами, существенно меняют экосистемы, образуются новые пруды, изменяется направление течений и даже русл рек. Такие преобразования местности зачастую называют «бобровым ландшафтом». Поэтому бобры за несколько десятилетий полностью восстановили всю экосистему в окрестностях засушливой американской пустыни. Неожиданные события на железной дороге в штате Мэн. Весной 2023 года в штате Мэн произошел крупный инцидент, связанный с железнодорожной системой. Три локомотива и шесть вагонов, перевозивших древесину, сошли с рельсов, вызвав утечку горючих веществ и последующее возгорание. Огонь распространился на соседний лесной массив, а трое сотрудников железной дороги получили ранения и были госпитализированы. Расследованием было установлено, что причиной катастрофы послужила активность бобров. Животные возвели плотину, которая под напором воды обрушилась. Водяной поток хлынул через дренажные системы, повредив железнодорожное полотно. Происшествие случилось 15 апреля, напомнив о том, насколько уязвимой может оказаться инфраструктура перед лицом природных процессов. Несмотря на отдельные негативные инциденты в некоторых штатах США, примеры из других регионов Америки показывают положительную сторону деятельности бобров. Эти случаи служат ярким доказательством того, что сотрудничество с природой может приводить к поразительным результатам. А на сегодня это все. Всем пока!